Снова всем привет! Сегодня я поеду из центра Лубянской площади на проспект Мира Снижение будет в центральной части Москвы, в северо-восточную Вот началась улица Большая Лубянка Здание ФСБ близко отсюда Его корпуса сегодня вторник, 20 апреля В район станции метро Кузнецкий мост и Лубянка Далее будет улица Сретенко и проспект Мира, трасса М8 Из центра, который ведет Сергей в посад, Ярославль и Архангельск Улица Сретенко получила свое название по находившемуся здесь ранее Сретенскому монастырю Сейчас эта улица Большая Лубянка Так эти улицы стали известны через несколько веков после основания Москвы То есть район тоже имеет свою историю Это центр Москвы, район Мещанский Впереди пересечения с Бульварным кольцом Рождественские и Сретенские бульвары Движение продолжается Центральные улицы Москвы Навстречу движение разрешено только общественному транспорту Обычным убилистам нельзя Приближаем все к окрестностям Тургеневска и Сретенского бульвара и Чистых прудов Трестантные джо пересекаются По бульварным кольцом начнется улица Сретенко Движение достаточно плотное Светофоров тут очень много Хотя длина Большой Лубянки меньше километра И вот появился небольшой указатель на синем фоне Прямо трасса М8 До Ярославля 250 километров до Архангельска Почти 1300 А я стою у пересечения с бульварным кольцом Сейчас будет пересечение с Садовым кольцом Начнется проспект Мира Длина его около 9 километров Идет он от Садового кольца до Северянского путепровода Через Ярославское направление МЖД Затем переходит Ярославское шоссе И там МКАДа остается около 6 километров Вот навстречу пробка Перекресток непростой Новое кольцо Сухаревская проспект Мира Гришская Алексеевская И ОДНК Это ближайшие станции метро На проспекте Мира На Ярославском шоссе метро Нет там только близодорожная линия Часть будущего МЦД 5 Это пока центр Москвы Мещанский район Сталинские дома Проспект достаточно широкий Как раз станция метро проспект Мира Даже две станции Здесь Калужская, Рижская и Кольцевая линии Пересекаются Слева здание Центр управления Московским метрополитеном Буква М Бывшая первая Мещанская улица Название Проспект Мира Проспект Мира В 1957 году Когда в Москве проходил фестиваль Молодежи и студентов было Движение за мир Ярославское шоссе Ярославское шоссе Соответственно эта дорога Ярославль Светофоров не будет за третьим транспортным кольцом То есть это магистраль Как и Кутузовский проспект И Ленинградское шоссе Проспект нашел жуткого и другие И светофорное, но на проспекту Мира Максимально Движение за трюшную Разрешенная скорость Восемьдесят км в час А по Раславскому шоссе 100 Куда-то я ездил с Сергеем пассажем И снимал Видим про сам город для выставки замечательности Трассу М8 Тут В Москве От Пугадова Сергеем пассажем Пресечение третьим Радутным кольцом Пост Варижский путепровод Дождливый циклон Пришел в Москву Станция метро Рижская Погода закрыты до конца августа С этого года Сейчас идет реконструкция Рижский рынок Универмаг Крестовский Станция метро Рижская Рижский вокзал Рижский вокзал слева Рижская площадь Грестовский путепровод Грестовский путепровод Под ним Геленинградское направление и СД-2 Разрех мира проходит по Шести районам Москвы Центр и Северо-восток Центр только один Мещанский на северо-востоке Марина Роща, Алексеевский, Останкинский Слиплова и Росток Разрехли, что переехали в Ост И вот началась северо-восточная часть Москвы Здесь тоже квартиры, как и в центре Дорогие Район достаточно Хороший Может близко к центру Сейчас будет станция метро Алексеевская Здесь проспект широкий Но Пять полос в каждом направлении Пять полос в каждом направлении Докадан ДНХ Впереди Нелуг Садится выставка Стижений народного хозяйства 1 августа 1939 года. История уже насчитывает более 80 лет. Вновь это замечательностей. Видим уже мобилисты, покорители в космос. На день космонавтики в этом году было много праздничных мероприятий. Астакада УДНХ и Тоннель. Бориса Галушкина были открыты. Еще при Юрии Градючу-Мушкове, до конца августа 2000 года. Есть такие развязные дорожные объекты, которые уже были оттуда достаточно давно. Сейчас в хорошем состоянии это позволило сделать проспект Мира без светофона. Единственное, конечно, бывают пробки в этом месте. Сейчас в правом гостинице Космос. Влево мобилисты к коридорам космоса. Также в культуре рабочей и колхознице уже появляется. Погода, может быть, не очень видна. Из-за таких дорожных объектов количество полос колеблется. И на Ростокинском мосту через реку Яуза будет сужение. Поэтому очень частые пробки при движении из центра, вот как я сейчас еду, и при движении в центр, который на Ярославском шоссе почти от УКАДа. Жилой комплекс Триколор. Станция метровая ДНХ. Она пересекается с московским монорельсом. Станция Выставочный центр. Московский монорельс – это сейчас как аттракцион и достопримечательность северо-восточной части Москвы. Давно уже работает в экскурсионном режиме. Поэтому даже когда едешь на общественном транспорте, на метро, на МЦК, на МЦД даже про него ничего уже не говорят. Эта станция связана с монорельсом. Потому что как вид транспорта, он уже не функционирует с января 2017 года. Опять же повторюсь, ВДНХ, Останкино, телецентр, ботанический сад и много других достопримечательностей на северо-востоке Москвы. Телецентр в Москве два. Первый – Восстанкино, второй – на Шаболовке. Ростокинский акведук через реку Ялс. Но это уже ближе к Ярославскому шоссе. Здесь районы Алексеевский и Останкинский. Останкинская телебашня. А сейчас ее не видно. Так как тоже одна из достопримечательностей Москвы. Ярославское направление находится справа примерно в километре отсюда. Вот недавно сделали еще один вокзал. В сентябре 2019 года он был открыт. Он связал станцию МЦК Ростокино и станцию Северянин на Ярославском направлении. Все, кстати, железнодорожные направления связаны с Московским Центральным Кольцом, кроме Киевского. Возможно, в ближайшее время. И там что-нибудь появится. Мы как раз связали Московское Центральное Кольцо с Севернинградским направлением. Это был восьмой вокзал. Крыли в прошлом году. Это значит, что все остальные железнодорожные направления уже связаны. И интеграция почти завершена. Я постепенно съезжаю со стаканой на ДНХ. Сейчас начнется тоннель под улицей Бориса Галушкина. Кстати, если по ней поехать, если отсюда поехать направо, то есть не поехать в тоннель, а поехать направо на нее, можно приехать на набережную Яуза. и это как дополнительный въезд в центр. Здесь уже специальная разметка. Без тоннеля уже отсюда нельзя. И не надо было ехать на эстакаду. Сельскохозяйственная улица прямо. Ярославское шоссе МКАД. Самый левый. Это дальние следования стерги в посаде Ярославля. Также Вологда, Архангельск и еще дальше. В ближайшие годы появится развязка на трясение с северо-восточной Хонды. Она выйдет на то место, где соединяется проспект Мира и Ярославское шоссе в районе Северянинского путепровода. Так, до ее строительства никаких дорожных работ здесь, в принципе, не было. В начале 2010-х еще было построено две эстакады на Ярославском шоссе. Тогда движение от третьего кольца до МКАДа стало и светофором. Ярославское шоссе в области от МКАДа до Пушкина. В 2010-е годы шла реконструкция. Сейчас участок расширен и реконструирован. 8-10 полос. 4-5 в каждом направлении. Но за Пушкина переходят уже две полосы. По две полосы в каждом направлении идет всего 4. Возможно, скоро работа продолжится и шоссе будет реконструировано до ТСКАДа. Замкада Мирославское шоссе проходит по таким городам Подмосковья, как Бутищи. Через сами города оно не проходит, они остаются в стороне. Близко Мирославское шоссе, Королев, Ивантеевка, Пушкина. До Сергия у Посады тоже недалеко. Тоннель Бориса Галушкина короткий. Скоро будет место, за которым возникает где-то пробка. Внизу будет река Яуза. Субтитры подher Für. Нумерация тоже достаточно большая Проспект Мира 211 200 номер дома или здания есть не на каждом Уже стоит в проспекте Это торговый центр Европолис, бывший Золотой Вавилон В Ростокино С этим можно сравнить еще Октябрьский проспект в Люберцах Там вообще есть адрес 409 дом Такого встречается достаточно редко Даже если какие-то улицы, шоссе и проспекты Идут в центре в основном 100, 150, 170 максимум А 200 есть не везде Одно за другим я проехал тоннель Сейчас уже будет Ростокинский мост Вогодние инсталляции Умка Места для катания с горок Зимой это место украшают Сейчас это будет справа Если будет видно, я его покажу И так же в этом парке есть Ростокинский окведут Поэтому мест для прогулок, отдыха и экскурсий к Москве В этой части много Сельскохозяйственная улица правее Можно сделать разворот в моих сторону центра Я проехал уже километров 6 по проспекту Мира Сельскохозяйственная улица правее Я снимал Ярославское шоссе и проспект Мира Когда ездил на электробусе Электробусом на тот момент еще было меньше года А скоро будет 3 года 1 сентября этого года Все это появилось достаточно недавно Есть маршрут от станции метро Проспект Мира До Холмогорской улицы Я на видео проехал от Ярославского шоссе Это середина Ярославского шоссе До станции метро УДНХ Жилой комплекс триколор в Ростокино Я уже еду по Ростокинскому мосту Продолжение следует... Невозможно это пробка Из строительства новой развязки Сужение Продолжение следует... Расстояние сейчас между третьим кольцом и МКАДом Что до третьего кольца Что до МКАДа остается в принципе Одинаково До Бабушкинской 10 минут до МКАДа 8 Если не поехать на Северянский путепровод Можно съехать На улице Ельчика Бабушкина и Енисейской улицы Приехать в районы Бабушкинский, Сибулово, Северная, Медведково, Южная, Медведково Затем продолжить движение в сторону Мытищ и Пирогово Сташко, СП, Шоссе Транспортно-пересадочный узел впереди Связаны станции Ростокино и Северянин Возможно даже станцию переименуют Ростокино Пятый диаметр Сейчас вперед правый ряд Скорее всего Район Ростокино Достаточно небольшой по населению В Москве 125 районов И количество районов Где среди больше 100 тысяч человек Оставляет почти половину Тут же виднеются новые стакады Также сверху Московское центральное кольцо Вот как раз что и вызвало пробку Тем более левые ряды переходят Сужение Здесь сейчас активное строительство Я продолжаю движение Ежедневная пробка из строительства Клубы развязки Северо-Восточной Хорды Воспекта мира Ярославского шоссе Логичная пробка сейчас будет видна В движении в сторону центра Северянинский путепровод Начало Ярославского шоссе Внизу Ярославское направление Восковской железной дороги Там пока до более 5 километров остается Слева торговый центр Европолис С крупными гипермаркетами Завостом уже будет район Ярославский Один есть Тихо-лево-мостой где нет Метро 200 Перелево-западный, Перелево-восточный Путина и восточный Таких районов 10 Метро Сейчас везде есть Даже если его нет, то есть МЦК, ФЦДС, ФЦДС Придется на район Перелево может быть даже линия метро Путина и восточный Эти районы показывают Ни какого строительства Вроде планируется Меньше чем километре отсюда Справа Начинается Национальный парк Лосиный остров Очень большое расстояние между Ярославским и Щелковским шоссе На Укаде 11 километров Слева около 500 метров До железнодорожной ветки Провел Наташний запутый Вложил с обеих сторон Ярославского шоссе Дома уже одновременные В любом состоянии Москвы Жить Близкий фоскоп на пельцевой Провельной дороге Единственный плюс, что Отвечать от воскликта мира Здесь можно Пусть буквально ехать 100 км в час Затем Пусть шоссе 90 плюс 20 110 Трассе 8 Трассе 9 Полагары Затем Сейчас конечно дождь Быстро Не поедешь Тем более я снимаю Поехать Собираться Фондор Трассе 10 Трассе 10 Трассе 10 Трассе 11 Трассе 10 Трассе 11 На встречу как-то серьезная, вот первая эстакада в Ярославском шоссе, вторая, где-то близко правее, скоро будет съезд на Казахстан. Кстати, Ярославская развязка, это одна из первых, и построена таких многоуровневых развязок на Амкаде, что она обычно готовит. Вот такой VIVI, где погода скидет у нас в ближайшую неделю. Большой торговый центр. Здесь гетто, только просто не выбран со стороны Москвы, но это восточная часть Подмосковья. Валашиха и железнодорожный. Здесь что-то будет. В Москве, в принципе, все нормально. Ремонтировано Ярославское шоссе. Есть автобусы в Казахстанской дорожной ДНК, в Королёв. Железнодорожное сообщение. В Казахстанской направлении, вторая эстакада. В Казахстанской дорожной ДНК, в Казахстанской дорожной ДНК. Раньше на этих местах были топоры. Сейчас мне остается внизу. После этой эстакады ДНК до открытия совсем чуть-чуть. В Казахстанской дорожной ДНК. До Сташковского шоссе один минут до щелка с минут двадцать семь. То есть ГАД востока стоит. В Казахстанской дорожной ДНК. Показахстанской дорожной ДНК. Вот первый эстакада ДГАД-ЗАП. Я покажу одну из эстакад На этой, вроде бы, разрязную Достаточно холодно Я уже показал, что плюс 3 градуса Обладание дождей Газ может стоять Потому что монтирует медведка с Новгородвязкой Поэтому я сейчас перестану До Ленинградского шоссе 20 километров Таким образом я в центр приехал На северо-восток До скорого!